Всем привет! В сегодняшнем уроке нарисуем акварелью иллюстрацию к сказке Золушка. При подготовке видео использовалась продукция производства компании Эрих Краузе. Акварель Эрих Краузе включает 18 ярких насыщенных цветов. Акварельные краски хорошо размываются водой, легко наносятся на поверхность. Начнем рисовать с эскиза карандашом. Проведите горизонтальную линию. Главная задача такого типа рисунков – правильное изображение контуров объектов. Окончательный результат должен выглядеть как силуэт. Слева и справа дорисуйте два узких прямоугольника. Это будут башни. Рисуем треугольные крыши на башнях и добавляем детали. Все элементы замка – это просто геометрические фигуры. Теперь рисуем башни, которые находятся в середине. Рисуем башни, которые находятся в середине. Продолжение следует... Рисуем башни, которые находятся в середине. Рисуем башни и chuy Business Health хвощин. За кадром – это будет в середине. Окончательный результат железнодоугольник. По м carbohydrates со страхи. Субтитры подогнал «Симон» Проведите вспомогательные линии, чтобы нарисовать окошком. Нарисуйте несколько окошек. Средневековая крепость готова. Теперь на переднем плане нарисуем принцессу. Начните рисовать с головы. Старайтесь правильно разместить девушку на рисунке. Рисуем плечи, талию и пышное платье. Нарисуем руку и прическу. Вытираем ненужные нам линии. И силуэт принцессы готов. Начнем раскрашивать наш рисунок акварельными красками. Для замка будем использовать разные оттенки розового, синего, фиолетового. Рисуем в технике по мокрому. Используя данную технику, проще рисовать сначала фон, переходя потом к объекту первого плана. Сначала покроем верхнюю часть замка краской. А потом, пока еще краска не высохла, добавляем другие оттенки. Когда мы рисуем кончиком кисти по мокрому, то цвета будут расплываться, создавая интересный эффект. Экспериментируйте с разными оттенками синего, фиолетового и розового. Данная техника может помочь вам в создании интересной картинки. Музыка. 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 Теперь приступим к девушке на первом плане. Так как это передний план, то принцесса должна выглядеть на фоне замка ярче и контрастнее. Для этого используем различные оттенки фиолетового и синего, плюс черный. Наносим краску на рисунок. Принцесса нарисована. Обмакиваем щеточку в краске и делаем брызги, создавая интересный эффект. Дорисовываем звезды на силуэте принцессы. Получился такой интересный рисунок принцессы диснеевской сказки. А теперь передаю большой привет победителям, которые нашли пасхалки. Итак, Анна Райт, Елизавета Копилова, Шарифа Амарова, Соня Ирис, Ольга Богданова. Личный дневник 2018. Подписывайтесь на канал, друзья. Оставляйте комментарии и ставьте лайк под видео. До новых уроков. Пока.